Тема сегодняшней дисконференции «Когда общественная поддержка имеет значение?» Случившийся вчера факт того, что Канад Исаев Робин подключил под домашний арест из-за суда, подтверждает авторитетность общественного, разумного, объективного мнения в нашей стране и, естественно, авторитетность и поддержку со стороны СМИ. Я не имею в виду поддержку СМИ в значении, когда СМИ только воспаляет, а когда СМИ отражает, и общество, народ понимает реальную ситуацию вполне объективно. Сегодня присутствующие здесь спикеры, все они являются членом Слотканного общественного комитета защиты Канадыбека и Саева, которые последовательно работали с момента взятия под стражу, расскажут вам о том, каким образом пришли к этому в целом очень позитивному результату. И это не означает, что судебный процесс закончился, но против, что будет еще раз проходить все стадии рассмотрения, исключительно для того, чтобы принцип объективности набирал силу и становился реалитетным. Итак, я представляю еще раз вам, как с председателя ГКНБ, человека, который возглавлял комитет по защите Канадыбека и Саева, Книжа Душибайна. Здесь присутствуют члены комитета по защите Канадыбека и Саева, Мамед Джунусабылов, Чугунгер Аббейкей, он еще к тому же является достаточно известным писателем Айбек Аланжанов и Айбек Аланжанов. Коротко я вам расскажу, как все это происходило, и буду делать большой акцент внимания на то, что принцип объективности, я тоже считаю, что этот факт доказывает, что он будет возрождаться и становиться приоритетным. Начинаем, но теперь уже так. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима крашен ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok Продолжение следует... 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 и..... Это... Игорь Михайлович, Я так очень толще. В Tailу в БургангAL, его м Xu Heneся в голове и в голову ракета, в голове бурак, в голове бурак, в голове бурак, в голову свернували. Адам в голову, в голове, в голову. Адам в голову немецкий Показм. Натом свернула, Продолжение следует... 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 Он сказал, что ты мне привыкла, что человеческие ответы на сами жизни не нужно, но тогда у меня такое отношение к твой кала. Но ты можешь работать, если ты можешь работать, ты можешь работать, ты можешь работать. Хороший «каланский», «дикаланский», «бананский». Вот один из людей, такие аккаторы. Но если и иди сюда. ... ... ... ... ... ... Возвращаясь в школе, в школе, в школе, в школе, в школе, в школе. Каких торгов, переговоров между нами и властью не было? Какие обстоятельства способствовали освободению правительства? Это в первую очередь, думаю, это требование Сурмбайна-Джельбекова о восстановлении законности. И при рассмотрении уголовного дела мы соблюдены принцип справедливости и объективности. Во-вторых, большую очередь, думаю, позиция общественности, мнение людей, а также правдивое освещение трудолюстами в ходе рассмотрения уголовного дела. Вы прекрасно знаете, мы в комитете участия собрали более 100 вопросей из авторитетных, уважаемых людей, аксахалов, народных депутатов. И все это направили на рассмотрение президента, председателя Верховного суда. И они были рассмотрены. И это тоже в определенной степени повлияло на положительные результаты. И в третий, это строгая такая уверенная позиция сторонников по развитию Сайта. Вот вот наш аксахалов Матер Майкер-Дайна сказал. Мы в первом же пресс-конференции заявляли, что мы сторонники будем действовать строго в рамках закона. Не будем организовать всякие митинги, перекрытия и так далее. И вот этот позиция тоже создавал от него положительный результат. И мы своими всеми возможностями пытались зависеть до сведения общественности, все обстоятельства. И вот в комплексе всех предприятий послужили тому, что мы получили такой положительный результат. Еще вопрос есть? Один маленький вопрос. Вы сказали, что статус того, что он кинюшет за поднепрекоменцией, вы сказали? Скажите, вот эта ситуация с пересмотром дела и то, что он находится под домашним овесом, она по-прежнему ему не позволяет вернуться в депутатский мандат? Уважаемые члены, если вы прекрасно знаете, что основанием, одним из оснований решения статуса или мандата депутата живого примеча является обвинительный приговор, вступивший в законную силу. И по первому благополучному делу, 1 мая Семьи, наверное, что по суду было в 12-х годах, решение свободы, его должен был быть введен в действие в случае его подтверждения в суде 2-й инстанции, то есть в данном случае нет. И, как вы знаете, 2-я инстанция 1-е дело приговор отменила по 1-му делу, и новое дело прекратило застечивание срока данности. И в данном случае обвинительный приговор отсутствует, и это дает возможность сохранения статуса или мандата отбитка этого приглашения. Ну, по второму благополучному делу рассмотрение тоже будет, я думаю, будет такой же, как и в первом. Но вернуться к евгельским обязанностям, пока... Вот, я думаю, вы сейчас, знаете, трех перешла ходить в камникулах. А до сентября все эти вопросы будут сняты. А когда возникновится суд? Ну, это уже без труда. Ну, а расследование, сейчас же дело оправданное расследование, расследование занимает, насколько мне известно, более короткие межуты премии, чем следствие. То есть это в течение месяца может все решиться? Ну, мы не можем сказать, это полумесяца, месяца, два месяца. Это как расследование... Я вот еще разговаривала с адвокатами, они сказали, что он где-то месяца на полутора. Да? Да, ну, это... Да. Если вот к первому сентября уголовное дело не будет завершено расследование, я думаю, это не дает повода запускать его к сессии, скажем. Он не может посещать, думаю, сессию. Пока он не будет, не дай Бог, конечно, осужден, и это подтвердится на жилья второй дистанции. А пока он будет полнокровно работать. Еще вопросы есть? Пожалуйста, прошу вас. Продолжение следует... Рыхлама а а и а и 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 на этом году в последние годы, в конце 50 грамм и в последние годы, в последние годы и было не попасть. В последний раз, в конце У niña, только мы начнем в Сайя Сай. И в конце У нас о том, что мы в том году в Телегу, мы делаем это второй день, только достаточно. Совет такой беременной heartbeat. Она будет использовать свой дух. И в конце Украины, усиливается, что это нужно использовать. Продолжение следует. 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 власть упала очень низко, ближе к Литусаре. И он тоже переживал неоднократно, он разговаривал с Акомбаевом и с другими, и пытался, что ли, изменить вот это положение. И все это в КУТЭ дало Акомбаеву прийти грубо, потому что команд Исай очень серьезный и опасный соперник для него. И он любой ценой его должен убрать с политического хода. И ради этого он пошел на любые подлоги, фальсификации и полностью. И в итоге мы получили то, что получили. Мы думаем теперь, на встречах 42 Евгения Бекова, лежит очень серьезная задача, очень ответственная задача – сломать эту коррупционную систему, восстановить справедливость, агентивность и законность. Наконец-то, насколько все это получится по каждому времени, но мы, общественность, должны помочь конфликтам работать. Спасибо. Есть вопросы? Тогда заканчиваю. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо.